Что есть красота и почему ее обожествляют люди? Сосутанная в котором пустота или огонь, мерцающий в сосуде? Поэт Николай Заболоцкий. Меня зовут Екатерина Землянова. Это проект «Живые души», где мы ищем гармонию с собой, другими и миром в целом. А тема сегодняшней нашей встречи – красота. Что есть красота в современном мире и каковы способы ее достижения обсудим с ведущим врачом-косметологом, владелицей клиники «Нано-бьюти» Еленой Комиссаровой. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Екатерина. Рада вас видеть сегодня здесь за этим столом. Если говорить о красоте, специалисты в бьюти-индустрии, и вы лично, 18 лет работая в этой сфере, как вы понимаете красоту? Красота для меня – это такое особое понятие. Это гармония, это естественность, это ухоженность, это самодостаточность каждой женщины, это ее уверенность в жизни, это ее настроение, это ее психологическое состояние. И все это рождает такой красивый образ, который можно назвать красотой. Он такой целостный получается. Да, целостностный, самодостаточный. Когда женщина довольна собой, она всегда будет излучать красоту, уверенность, и окружающие будут ее видеть красивой. А как ваши клиенты формулируют свой запрос, когда они к вам приходят? Можно даже взять женщин разных возрастов, потому что, наверное, они заразны приходят. Что они запрашивают у вас, что они ожидают от вас? Ну, действительно, скажем так, посыл молодой девочки и посыл женщины в возрасте будет совершенно разным. Чаще всего молодые обращаются за изменением чего-то во внешности, что-то их не устраивает. Те же губки, там, не знаю, сколки, подбородки. В принципе, у них посыл изменить что-то в себе. Возрастные женщины не хотят стареть, и, соответственно, у них совершенно другой запрос. У них запрос на то, чтобы выглядеть моложе, но при этом они хотят оставаться естественными, они хотят оставаться индивидуальными, они хотят в корне менять свою внешность, но при этом выглядеть более молодым. А встречались ли в вашей практике, ну или просто вот в жизни, да, вот если возьмем широко контекст, люди, которые к красоте не стремятся, да, а наоборот ее даже вот избегают, как есть такая шутка, что одни женщины макияжем красоту подчеркивают, а другие зачеркивают. Встречались ли вы с такой тенденцией в людях, и есть ли у вас какая-то гипотеза, с чем это может быть связано? Ну, действительно, есть люди, которые не хотят, в принципе, заниматься собой, ухаживать за собой, как в кабинете косметолога, так и в домашних условиях, ссылаясь на то, что я и так красивая. Но мне кажется, они немножко лукавят, потому что, скажем, внутри каждой женщины есть запрос быть первой, быть единственной, быть неповторимой, и, соответственно, за этим, наверное, стоят какие-то комплексы, какие-то страхи, какие-то неуверенности в ее жизни. А зачастую иногда просто бывает так, что женщина ленива. Она может быть просто шедноватая, чтобы, скажем, тратить на себя, ну, во всех смыслах этого слова, и на косметику по уходу, на косметологов, на красивую одежду. Поэтому, наверное, у каждой такой женщины есть какой-то скелет в ее шкафу, который, скажем, которым она прикрывается. Про жадновато мне откликнулось, мне кажется, это я. У меня гипотеза такая была, что, ну, действительно, женщины, когда меньше начинают за собой ухаживать, это связано с ресурсами, вот с состоянием ресурсности и с психологическим, и с финансовым. И есть такая какая-то тоже расхожая фраза про то, что не существует некрасивых женщин, существуют там недофинансированные. Вот. Как вам кажется, действительно, красота сейчас это совсем услуга, да, просто услуга, которую любой человек может купить? Ну, наверное, и да, и нет. С одной стороны, действительно, когда есть полные финансы, да, когда она ни в чем себе может не отказывать, сейчас современная косметология достигла очень больших высот. В принципе, мы много можем, как врачи-косметологи, предложить женщине для того, чтобы она выглядела намного красивее, достойнее, моложе. Да, здесь финансы. Но с другой стороны, иногда, скажем так, можно на любой бюджет подбирать уход за собой. И поэтому, в принципе, если женщина этого не делает, значит, ну, просто у нее по какой-то причине нет желания. Когда есть желание, мы на любой кошелек можем подобрать ей ту программу, которая будет подходить ей полностью. Вот вы говорите, что сейчас там возможности расширились. А вот если взять вот этот отрезок, да, там, ну, там, 18-20 лет, сколько вот косметология развивается, вы, грубо говоря, там, максимально в приближении наблюдали это развитие и все эти изменения. Вот если вспомнить, что было тогда и что сейчас происходит, что изменялось в самой индустрии и в самих клиентах? Потому что я подозреваю, что они тоже менялись. Ну, действительно, скажем, я пережила все эпохи развития косметологии, которые у нас есть в России. Когда я пришла, и тогда еще даже не было понятия врач-косметолог, да, мы были, скажем, под другим названием. Как вы назвали? Были врачи-драматологи, физиотерапевты, да, и именно врач-косметолог понятие было введено только в 2009 году. До этого, в принципе, ну, мы без названия, скажем, работали. Вот, появилась такая специальность. Но когда я пришла в косметологию, можно сказать, все только тогда и начиналось. То есть она начинала развиваться как профессиональная область. Больше было каких-то уходов, было больше каких-то пилингов. Женщины, появлялись инъекционные процедуры, но это все было постепенно, и женщины поначалу боялись. И до сих пор, мне кажется, такая... Ну, я бы не сказала. Сейчас, наоборот, появилась некая даже безбашенность в некоторых случаях, когда, в принципе, не боятся ничего, хотя стоило бы порой. Вот. И, скажем, вслед за инъекционной косметологией у нас сейчас большое значение имеет аппаратная косметология. Сейчас появились такие аппараты, которые решают очень сложные задачи, которые никакими инъекциями совершенно не решишь. И вот я бы, наверное, выделила три этапа за весь свой путь развития косметологии. От косметики к инъекциям и сейчас к аппаратным методикам. И, в принципе, наверное, к комбинации всех этих методов. А что такого аппараты могут, что не может крем там и инъекциями? Ну, это совершенно два разных метода. Инъекциями мы можем доставлять какие-то препараты внутрь организма. Восполнять объемы, привносить что-то там во внеклеточный матрикс, недостающий то, что организм наш не вырабатывает. Но запустить процесс регенерации, так как это делает оборудование, убрать сосуды, убрать пигментацию, сделать более плотными тканями, в принципе, выровнять поверхность, отшлифовать поверхность кожи. Инъекциями мы этого вообще не можем достигнуть. Только аппаратными методиками. А что с клиентами происходило за эти 18 лет? Они как-то сами менялись? Запросы их, ожидания? Сами они? Вот у меня такое какое-то почему-то подозрение, что в принципе женщины стали, даже вне контекста ухаживать за собой, нет, как будто бы стали моложе выглядеть дольше. Что это такое происходит? Питание это или что? У вас нет такого наблюдения? Ну, я могу сказать, что женщины стали чаще обращаться к косметологам, стали больше ухаживать за собой, больше обращать внимание на свой образ жизни, на питание, на, скажем, если раньше, когда ты рекомендовал какие-то биологические добавки, витамины, это воспринималось, я пришел к косметологу, что вы тут мне навешиваете, то сейчас это воспринимается как нормально, красота изнутри, красота снаружи. Женщины, в принципе, стали не бояться ходить к врачам-косметологам, стали раньше обращаться по возрасту, чем раньше. И в принципе, я как врач могу сказать, что проще профилактировать, чем что-то исправлять. Это будет более надежно, это будет на более долгий срок, и нам проще с этим справляться. И вот, ну, чисто технический такой момент, вы бы рекомендовали с какого возраста, ну, все-таки как-то уже поувереннее, почаще заглядывать в косметологический кабинет? Ну, раньше было мнение, что вот появится у меня проблема, я приду, ее и решу. Да, это русский менталитет, пока не заболела, мы никуда не пойдем. Да, сейчас, скажем так, у нас все направлено на профилактику, и считается, что процессы старения начинаются с 25 лет. Поэтому я, в принципе, не призываю всех молодых девочек в 25 идти к косметологу. Но если они понимают, что на их лице уже начинаются какие-то, скажем, ну, я не люблю слово проблемы, но надо решить какие-то задачи. Они видят, что кожа дряблая у них, что она растягивается не так, как у ее подружки, что у них появились какие-то первые морщинки, что у них, скажем, гипермимика на лице. Я рекомендую прийти на консультацию к врачу, который поможет создать какой-то некий такой бьюти-план, который поможет ей спрофилактировать в будущем процессы старения, которые пойдут более бурно. Правильно услышала, что у вас практикуется такой комплексный подход. То есть вы не только работаете с дермой, но еще и меняете, ну, не знаю, как правильно сказать, систему питания, образ жизни, биохимию тела. То есть вы рекомендуете еще какие-то вады. Ну, мы как врачи понимаем, какие микроэлементы, какие витамины участвуют в построении коллагена, в регенерации кожи. Поэтому, в принципе, мы можем их посоветовать. Но я всегда иду в связки с врачами смежных специальностей. Это превентологи, это эндокринологи, это гинекологи. Потому что они нам помогут скорректировать, скажем, более профессионально. Но если женщина не готова идти специально к этим врачам, то мы можем дать какие-то стандартные схемы, которые помогут им, скажем, в данных вопросах. Правильно я понимаю, что один из таких основных запросов, с которыми приходят женщины постарше, это вот я хочу стать помоложе, хочу выглядеть более юной, вот в таком моменте. Ну, в принципе, это их, наверное, основной посыл женщин. Никто не хочет стареть, все хотят выглядеть долго, молодо. Сейчас женщины активные, ведут активный образ жизни, и, соответственно, у них есть запрос, чтобы в душе она молодая, она и внешне хочет выглядеть тоже молодой. Соответственно, вот именно с таким запросом чаще всего обращаются женщины, уже когда, скажем, достигают определенного возраста. Они единственное иногда сожалеют, говорят, что ж я раньше не пришла. Но у каждого запрос появляется в то время, когда он появляется. И раньше, в принципе, я ей объясняю, что вы пришли вовремя, у вас появился запрос, и вы пришли вовремя. Раньше вы, в принципе, у вас его не было, поэтому вы и не шли. Соответственно, не бывает поздно, и, как говорят, что последний вагон никогда не поздно запрыгнуть, но кто какого результата просто хочет достигнуть. А не кажется вам, что вот эта связка про то, что молодо равно красиво, она является немножко такой дискриминирующей, потому что есть такое понятие, эйджизм, о том, что дискриминация людей по возрастному признаку, что все молодое считается красивым, хорошим, правильным, энергичным и так далее, а там все, что постарше, как бы стараются на это закрыть глаза, например, там, не знаю, там, тех же ведущих в возрасте, там, на телевидении достаточно мало, актеров, ну, актрис, актеров-то еще более-менее, а актрис-то, к сожалению, там, возрастных там все меньше и меньше, ну, там, меньше в кинематографе, что там, ну, вот это в целом такое обширное явление, которое в трудовой деятельности, да, как бы проявляется, да, что меньше трудоустраивают и так далее, что вот индустрия красоты, она, как бы, немножко поддерживает вот этот миф о том, что все молодое, красивое, здоровое, правильное, а вот образа женщины красиво стареющей, образе женщины, ну, вот прям, вот с явными возрастными изменениями, но при этом, ну, как-то социально активной, там, везде признанной, принятой на обложках там и так далее, а его нет, то есть женщина, как бы, родилась, побыла-побыла девочкой и умерла, ну, вот так вот, а вот в зрелости какой-то, она, как будто, пропадает из культурного поля, и что, вот, бьюти-индустрия, она, как бы, содействует этому процессу. Нет у вас такого? Ну, я бы не сказала, наверное, так, я, наоборот, вижу женщин, как говорят, после 40 жизнь только начинается, и, наоборот, женщина становится самодостаточной, у нее появляются финансы, у нее появляется желание, она понимает, чего она в жизни хочет. Я бы совершенно не согласна с этой точкой зрения, потому что, в принципе, сейчас, на данный момент, такое не существует, и каждая женщина может заняться собой, выглядеть, ну, совершенно красиво, молодо, успешно. Самое главное, что у нее будет здоровье и психологическая настроенность на жизнь. А как вы относитесь к еще одному популярному течению, которое называется бодипозитив? Может быть, что-то слышали? Это, ну, явление такое, которое говорит о том, что, ну, вот, некрасивого не существует. Вот, что вот, что дала природа, вот, как вы говорите, пигментные пятна, морщинки, ну, там, в общем, любые несовершенства, нависшее веко, в общем, все, что не послала матушка природа, это все твоя индивидуальность, и нужно любить. И важно, чтобы было представлено много-много разных тел, ну, как бы, по формам, по несовершенствам, и что, как бы, тогда каждая форма тела, каждое состояние кожи, оно станет нормальным. И, как бы, подгонять себя под, ну, какой-то образ такой, фарфоровой кожи, сатиновой, не будет необходимости там, да, у тебя пигментные пятна, вот еще, и еще четыре себе нарисую, да, потому что, а потому что это тоже нормально. Вот, вот эта тенденция с бодипозитивом и с принятием разных-разных тел, как вы к ней относитесь, ну, звучит ли вообще эта тема в вашей индустрии, да, может, она ее как-то меняет, или, или вообще вы просто, ну, как-то, не совсем не обращаете внимания на то, что происходит, или она до Брнолу вообще не дошла еще? Ну, мне кажется, каждый сам решать должен, каким ему быть, в каком образе ему быть, иметь веснушки, не иметь веснушки, иметь новейшее веко или нет. Самое главное, мне кажется, это должно быть здоровье, внутренняя составляющая, это психологическое спокойствие его, любовь к жизни, ну, я поддерживаю здоровый образ жизни. И если женщина при этом себя чувствует хорошо и здорова, она имеет на это право. Только, скажем так, гротески я тоже не люблю, когда не ухаживают до такой степени, что, ну, неприятно смотреть, да, на это тело. Когда, скажем так, женщина распускает себя, и это отражается на ее здоровье. В принципе, нам Бог дал тело, дал лицо, и мы должны беречь его, сохранять его, а уже вот в каком виде каждый решает сам. А встречались ли вы с какими-то историями, которые связаны, ну, вот что женщина в стремлении к своей красоте подвергла себя, мягко говоря, риску, и, ну, скажем так, ну, ее здоровье пострадало из-за стремлений, из-за каких-то бьюти-процедур, там, из лишних, несвоевременных, некачественных, ну, то есть какие-то вот такие истории, когда женщина стремилась к красоте, хотела как лучше, а получилась какая-то драматичная история. Ну, не секрет, что в мире таких историй очень много, но я с такими не сталкивалась. Мне со своими пациентами всегда, мы находим общий язык, я объясняю, что является опасным для здоровья, что, наоборот, будет поддерживать это здоровье. Они меня слышат, и поэтому, ну, вот, к счастью, мы не сталкивались, я лично в своей практике, с такими случаями. Но, в принципе, в мире их очень много, в России их все больше и больше становится, потому что женщины в погоне за экономией обращаются к недоспециалистам, которые, в принципе, не врачи, не медицинские сотрудники, они, ну, скажем так, наделывают бед. Приходится за ними переделывать? Были случаи, когда обращались, приходилось исправлять что-то после за кем-то, но, к счастью, что это были несерьезные какие-то моменты, и никто не пострадал. Каждого эксперта мы просим нашим зрителям что-то порекомендовать. Это может быть любая рекомендация, это может быть культурологическая, там, фильм, книга, конкретные упражнения, там, не знаю, конкретный препарат, в общем, что угодно порекомендовать для того, чтобы достигнуть гармонии, там, самостоятельно в сфере, про которую мы разговариваем. Сегодня у нас сфера красоты, и чтобы вы, как эксперт в сфере красоты, здоровья, я бы даже добавила, могли порекомендовать нашим зрителям, что можно прямо самостоятельно сделать и применить хоть прямо сейчас. Ну, я бы порекомендовала каждому, чтобы они любили себя. В это понятие я вкладываю здоровый образ жизни, здоровый сон, здоровое питание, достаточно отдыха, ну, а за какими-то нюансами красоты милости просим к нам, в нашу клинику. Да, потому что, как бы вы ни высыпались, аппарат за много-много миллионов рублей, к сожалению, домой не приобретешь. Ну, в то же время, если, скажем так, делать что-то на аппарате, но при этом не соблюдать вообще образ жизни, да, никак, не высыпаться, скажем так, постоянные стрессы иметь, то тоже должного не будет успеха. Вообще, как бы, большая редкость, когда человек столько лет в одной профессии находится. Это, ну, такая большая редкость, большая ценность, потому что чаще всего, особенно в медицине, да, люди бывают, что выгорают и прощаются с профессией. А вы уже столько лет практикуете, и я так понимаю, что не планируете прекращать. Расскажите, что вас держит в вашей профессии, что вы любите больше всего, что вас вдохновляет? Ну, действительно, я очень счастливый человек, что я попала в профессию косметологии. Я в ней растворяюсь, это и хобби мое, это мой отдых, это моя работа, это моя жизнь. С утра, заходя в кабинет, начиная прием, все начинает растворяться, все, что произошло негативного, все мои, там, не знаю, проблемы, они все просто отступают на второй план, и я растворяюсь в своей работе. И, наверное, это помогает мне вот долгие-долгие годы работать, кайфовать и чувствовать себя счастливым человеком. Здорово. То, что вы описали, это прям состояние потока, как вот в книжке его описывают, что это вот состояние самореализации человека высокой. Ну, все даже шутят, что у меня нет ничего, кроме работы, но это действительно, скажем, то, чего я получаю, наполненность жизни. То есть она заменила все. У меня есть, ну, скажем, и страсти из всех моих, это работа и путешествия. Здорово. А можно еще про путешествия спрошу? Вот вы тогда путешествуете и наверняка наблюдаете женщин в разных странах. Есть какая-то разница в отношении красоте между женщинами, там, ну, каких-то, не знаю, европейских, допустим, стран и России. Очень большая разница. Если брать Россию и Европу, в Европе женщины не закомплексованы. Они, скажем так, не бегут наводить красоту из-за каких-то там, ну, не знаю, трудоустройств, из-за того, что в школе скажут, какая у тебя старая мама. Они совершенно самодостаточные, и им это не надо. В России, к сожалению, вот образ красоты, он навязан. Это и здорово, и плохо, с другой стороны. Потому что хорошо, потому что женщины российские, это, мне кажется, самые красивые женщины на планете. Это точно. Это прям однозначно. Но, если честно, я сторонник, что, в принципе, за собой надо ухаживать. И вот, когда я вижу европейскую женщину, мне всегда, скажем так, уже рисую образ, чтобы я с ней могла сделать. И почему она до сих пор сидит и ничего с собой не делает. Поэтому, ну, мне кажется, наши женщины из вынужденного состояния просто преврастились в самых красивых женщин на всей планете. Спасибо, Елена, за этот разговор. Хочется верить, что каждая наша зрительница будет расцветать, становиться здоровее и бесстрашно пользоваться современной косметологией. А следующая наша встреча будет посвящена отношению человека с едой. Как наши пищевые привычки отражаются на нашем сознании, на нашем образе жизни, и что с этим можно сделать, чем опасны расстройства пищевого поведения. Обсудим. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok